Самовольно приписывают выдуманные цифры. За горячее водоснабжение 2634 рубля по ОДН еще почти столько же. Такие цифры в счет фактуре за май сильно удивили Елену Кормилицыну. Я пошла в управляющую компанию. Мне сказали, что у вас очень маленький расход воды по счетчикам. И поэтому вы будете платить по нормативу. Но платит у кого нет счетчиков. А если не будете платить, мы отключим вам свет. И свет действительно отключили. Теперь, как стемнеет, женщины вынуждены пользоваться свечами. Казалось бы, в квартире есть индивидуальные счетчики, да и живительную влагу Елена использует экономно. А общая сумма по квартплате составила 12 с лишним тысяч рублей. Хотя ранее, проживая в трехкомнатной квартире, она платила за коммунальные услуги в половину меньше. Они напишут 20 тысяч счет фактуры. Мы должны оплачивать. Так получается. Я не согласна с этим. Елена долго раздумывать и не стала. И поспешила в прокуратуру Приволжского района. Там она написала заявление, чтобы компетентные органы прояснили ситуацию. По данным работников, управляющей компанией «Слобода» в этом доме проживают 11 должников. Ее общая сумма их долго составила полмиллиона рублей. Но Елена в этот список не входит, говорят жилищники. А потому и повода отключать электричество в ее квартире не было. От нашего имя кто-то ходит. Электрики, что от нашего имя отключают свет у жильцов. Но в данный момент у нас такого нет. Но слышать, что никому нельзя верить, потому что у нашего электрика есть приказ, что он только может сам отключать. Один электрик. Его зовут Вадим. Радик Зинатулин утверждает, что электрик его фирмы ни при чем. Но при этом показывает счета, из которых следует, что Елена якобы на протяжении двух лет сдавала одни и те же показания счетчиков по горячей воде. По этому дому существует большой расход ОДН горячего водоснабжения. Поэтому мы проводим анализ жильцов, показаний расходов в данном доме. И вот конкретно в квартире 28, где подаются показания, например, по электроэнергии, вы видите, что расход здесь есть где-то в среднем по 100 киловатт. Горячую воду подают уже несколько лет одни и те же показания. То есть расхода нет. Как Елена подаст заявку в управляющую компанию на подключение электричества, так будет свет в ее квартире, обещали жилищники. Что же касается счета фактур, то ей придется оплачивать их по нормативу. По крайней мере, пока не прояснятся детали этого случая. Сейчас идет проверка. Эльмир Гляхметов, Альферт Камилевский, эфир 24.